Глава первая. «Ты можешь еще часть труб отвинтить в ванной, если уж решила запастись всем необходимым». Агния предпочла проигнорировать ехидный комментарий и продолжила сборы. Зря он, между прочим, прикалывается. Она набивала всего лишь второй чемодан, а если учитывать, что отсутствовать она будет месяц, это еще очень скромно для молодой девушки. Но какой мужчина это поймет? Даже если он считается финансовым гением и в целом на редкость умным гадом, некоторые простые истины для него закрыты. Даниил, видимо, искренне хотел разобраться, поэтому и не уходил, образно выражаясь, ведь слово «ходить» не совсем уместно в отношении того, кто прикован к инвалидной коляске. Агния долго не выдержала. «Ну что я, морская свинка в клетке? Или ты планируешь, как распорядиться этой комнатой, на время моего отсутствия?» «То есть вариант, что я просто тобой любуюсь, не рассматривается», — усмехнулся он. «Дани, я, растрепанная, в растянутом свитере и старых джинсах, стою раком над кроватью и пытаюсь уместить в ограниченное пространство неограниченный объем вещей. Чем тут любоваться?» «Не кипятись, а что до твоей комнаты, то больно мне надо находить для нее новое применение, если я сам дома бывать не собираюсь. Я, если ты не забыла, со следующей недели в офис возвращаюсь». «Как такое забудешь?» Это стало одним из наиболее радостных событий последних недель. Даниил Вербицкий, успешный и известный адвокат, всегда ценил независимость и сполна наслаждался ею, ровно до тех пор, пока не попал в жуткую автомобильную аварию, едва не стоившую ему жизни. Каким-то чудом он в тот день не отправился в мир иной, однако остался почти полностью парализован. Для Даниила, привыкшего к активному ритму жизни, это стало немногим лучше смерти. Он перебрался в загородный дом и оградил себя от большинства старых знакомых. Собственно, благодаря этому он познакомился с Агней. Девушка тогда пыталась разобраться в обстоятельствах смерти Кристины Орлик, популярной модели, с которой она работала. Дом Кристины располагался по соседству с особняком Даниила. Там они и встретились. Первые моменты их знакомства сложно было бы назвать удачными. Агнию неприятно поразил молодой мужчина с холодными глазами змеи. В какой-то момент она именно его обвинила в смерти Кристины, но, как оказалось, ошиблась. В итоге Даниил помог ей спастись от настоящего убийцы, и они стали больше общаться. В тот период в жизни адвоката появилась первая большая надежда. Французский хирург, лечивший его, объявил, что, возможно, сложнейшая операция способна частично вернуть Даниилу контроль над собственным телом. Правда, все едва не сорвалось из-за дальней родственницы Вербицкого, стремившейся отправить братика на тот свет и получить наследство. Однако, благодаря вмешательству Агнии, рубиновой подвеске и везению, сопутствовавшему Агнии в этом случае, столь печального исхода удалось избежать. После успешной операции Даниил уехал на лечение в Швейцарию, а, вернувшись оттуда, предложил Агнии попробовать выстроить между ними нормальные отношения, а не изображать живущих по соседству друзей. Девушка без лишних сомнений согласилась. Не столь важно было, что Даниил богат и влиятелен. У самой Агнии модного фотографа тоже средств хватало. Просто она уже не представляла свою жизнь без него, в буквальном смысле слова. Девушка и мысли не допускала, что она может быть где-то еще или с кем-то другим. К тому же, судя по заверениям лечащего врача Даниила, вторая операция даст адвокату возможность ходить самостоятельно. Это случится в конце октября, уже совсем скоро. Впрочем, и в инвалидной коляске Даниил без работы не сидел. Вернувшись в Москву, он связался со многими своими клиентами, вел сразу несколько дел. Теперь ему понадобилось встречаться с партнерами лично, а приглашать к себе домой всех подряд он не собирался. Да и потом не нашлось причин не ездить в офис. В дороге ему мог помогать Вадим, начальник охраны и его старый друг, а в остальном Даниил научился обходиться без постороннего содействия. В общем, месяц им обоим предстоял насыщенный. Даниил должен был наладить новый график жизни и работы, а Агния собиралась провести эти дни в закрытом реабилитационном центре. «Называется красиво, а ведь по сути психушка», невольно подумала девушка. Как ни крути, но доля истины в этом имелась. Агния там собралась вовсе не свежим воздухом дышать. У нее уже много лет была одна проблема. Она панически боялась прикосновений посторонних людей. Девушка и сама понимала, что фобия ее дурацкая и необоснованная, но ничего не могла с собой поделать. Причем эффекты у этого страха проявлялись порою весьма разрушительные. В свое время именно из-за боязни прикосновений Агнии пришлось расстаться с любимым человеком – журналистом, а ныне – редактором Артемом Лоевым. Разрыв их девушка переживала очень тяжело и не думала, что сможет начать все заново, пока в ее жизни не появился Даниил. Его прикосновений Агния не боялась, но Даниил стал единственным исключением. В целом она очень хотела избавиться от этой фобии раз и навсегда. Специалисты реабилитационного центра пообещали помочь ей в этом. Впрочем, если бы речь шла об одном только страхе перед прикосновениями, Агния осталась бы в Москве и попросту посещала бы психолога. Имелась и другая причина поездки – Андрей. Андрею в свое время сильно не повезло и не единожды. Мало того, что он родился альбиносом, был болезненным с малых лет, так еще и сводные братья с отчимом регулярно его избивали. Не нравился им чужой ублюдок. Но однажды Андрей оказался им очень полезен. Юношу с экзотической внешностью пожелал выкупить странный человек, случайно заехавший в их деревню. Не озадачиваясь вопросами морали и гуманизма, родители Андрея попросту продали. Так он попал в цирк – развлекательное учреждение, занимавшееся в основном охотой на людей. Жертв отлавливали в городах и селах, стараясь выбрать тех, кого некому будет искать. Охоту же вели специально подготовленные, изуродованные морально и физически профессионалы. В их число вошел и Андрей, получивший тогда имя «Белый тигр». Своего прошлого он не помнил, настоящее презирал и хотел только умереть. К счастью для него, охота, которую он решил сделать для себя последней, получилась весьма необычной. В роли жертв выступали шесть молодых, красивых и довольно известных девушек, в числе которых оказалась Агния и ее подруга, фотомодель Жин-Жин. С помощью тигра девушкам удалось сбежать с территории охоты и дождаться помощи. Более того, между тигром и Жин-Жин завязался роман, продолжившийся и в условиях цивилизованного мира. Теперь Андрею предстояло пройти курс реабилитации, чтобы окончательно позабыть о годах, проведенных в цирке, и вернуться к нормальной жизни. Его уже ожидала работа в команде Вадима, которого впечатлили навыки бывшего охотника. А после того, как Андрей помог спасти любимую девушку Вадима Дашу, начальник охраны был настроен вернуть долг по максимуму. Агния ехала в реабилитационный центр в первую очередь из-за Андрея, чтобы помочь ему, поддержать. Жин-Жин не могла этого сделать из-за активного графика съемок, да и вообще у Агнии имелась собственная проблема, с которой нужно было как-то бороться. Девушка и так уже несколько раз откладывала свой отъезд. Сначала из-за желания подольше побыть с Даниилом, потом из-за неприятностей с Дашкой. Но вот наступил крайний срок. Больше медлить было нельзя. Уехав теперь, она успеет вернуться как раз ко времени проведения операции Даниилу. Все вроде бы понятно и правильно, вот только девушка никак не могла убедить себя, что ее отъезд – это хорошо. Объявив на время перемирия в борьбе с чемоданом, она устало плюхнулась на кровать. «Ты почему надулась?» поинтересовался Даниил, подъезжая ближе. «Я не хочу быть без тебя», честно призналась девушка. «Это же целый месяц. Ты хоть представляешь, как это долго? Месяц!» Догадываюсь. Оказавшись рядом с кроватью, он осторожно обнял девушку за плечи. Но это нужно, да и потом, ты не обязана оставаться там все это время. Если у тебя все пойдет хорошо, а Андрюха быстро освоится, ты сможешь вернуться раньше. Вряд ли ему нужна постоянная сиделка. «Меня Жин-Жин убьет. Пусть тогда сама едет, если хочет». Ага, конечно, месячное отсутствие, в период, когда активно ведутся съемки всяких новогодних программ, если не похоронит ее как модель, то точно поставит крест на ее карьере актрисы. А в этом направлении Жин-Жин только-только начала делать первые шаги. Да и вообще... «Мне без тебя и неделю плохо будет», шепнула Агния. «А вдруг ты меня за это время забудешь?» «Совсем дура», возмутился Даниил. «Я что, аквариумная рыбка, чтобы людей за минуту забывать? Не придумывай глупости, Огонек, я тебя не забуду. Что я без тебя делать буду?» Считает, что свел все к шутке? Похоже, кто-то расслабился и забыл, с какой легкостью пытливый женский ум выдумывает глупости. Другую себе найдешь. Предположение это, между прочим, было вовсе не мифическим. Ну и что с того, что он к инвалидной коляске прикован? Упорные тренировки последних месяцев дали свой результат. Даниил избавился от болезненной худобы и уже мог передвигаться относительно свободно. Что же до женщин, то с противоположным полом у него никогда проблем не наблюдалось. Умен, красив, богат и молод. Что еще нужно охотницам за легкой жизнью и полным отсутствием обязанностей? А то, что инвалид, так по идее он скромным и забитым должен быть. Даже сейчас, если бы он захотел, гарем бы себе собрал. Но он этого не хотел. Субтитры создавал DimaTorzok